Девушки отдыхают Печенчество нашего сегодняшнего героя, Евгения Чичваркина, выглядело совершенно иначе. Подъем в 5 утра, торговля на рынке, учеба и снова торговля. В этом видео расскажем, как самый простой студент из 90-х стал миллионером, врагом властей и партнером английских принцев пола. Хватайте печеньки до булочки и айда смотреть. Стоп, стоп, стоп. Сначала подписываемся на канал. Вам не сложно, а нам полезно. Ну все, теперь можно. 10 сентября 1974 года в семье Чичваркиных родился новый сын, Женя. Семья не бедствовала, но и в элитные круги не попадала. Отец парня проработал всю жизнь в гражданской авиации. Мама была экономистом в Министерстве внешней торговли. С детства у мальчика проявлялись явные лидерские качества и умение отстаивать свою позицию. К примеру, попытка учителей отнять у парня мешающий занятиям любимый магнитофон оказалась безуспешной. Чичваркин подрался с завучем, но магнитофон не отдал. Тут же начались и первые предпринимательские эксперименты. Женя покупал за копейки сигареты в ларьке у знакомого и сбывал по рублю одноклассникам. Талантов у парня было много. И к моменту поступления встал вопрос, что же выберет Женя. Евгений понимал, что высшее образование необходимо, а какое именно, не столь важно. Парень пошел по пути наименьшего сопротивления. Женя решил найти самое непопулярное направление, где нет конкурса и очень легко поступить. Так наш герой без особых усилий попал в вуз. Будучи уже студентом, однажды молодой Чичваркин встретил своего бывшего одноклассника, который на рынке торговал мужскими трусами. Тот, а другой, скорее всего, высмеял бы своего одноклассника. Но Чичваркин решил последовать примеру своего товарища. Так началась эпоха торговли в жизни нашего героя. Евгений брался за все, что можно было дешево купить и потом перепродать. Лезвия для бритья, сникерсы, гламурные заколки Софиста Твист. Девчонки из 90-х, помните, наверное, такие. Джинсы, спортивные костюмы, шерстяные колготки. В общем, не брезговал ничем. Покупали у Чичваркина в разы больше, чем у конкурентов. Еще бы, Женя представлял товар в лучшем виде. Отглаженном и аккуратно развешанном. И даже надевал женские платья для привлечения внимания. Студент вставал в 5 утра. Первым поездом ехал на рынок. Распродавал весь свой товар и бежал в институт. А вечером накрывал поляну сокурсникам. За следующие пару лет чего только не было. Чичваркин открывал прокат видеокассет. Толкал товар через сокурсников и привлекал их к работе. А потом Евгений женился. Уехал в свадебное путешествие, вернулся. А все уже. Все. Его место на рынке заняли. Вдруг парень остался неудел. Женя стал искать работу и повезло. Друг детства устроил нашего героя к себе в маленький магазин мобильных телефонов. В продавцах Женя долго не задержался. Быстренько стал партнером и друзья решили открыть новую фирму. Так в 1997 году появилась Евросеть. Старт задался весьма удачным. А затем начался кризис 1998 года. Это было черное время для многих предпринимателей. Но очень уж сильно Женя Чичваркин хотел заработать. Такого человека остановить не могло ничто. Только посмотрите, как этот парень делал дела. Вот вам история. Международных связей еще нет. А мобильные аксессуары Евросеть могла купить только у оптовиков. Однажды, сидя в офисе у одного из таких оптовиков, Евгению приспичило в туалет. Находясь в туалете, он увидел там возле мусорки пустые коробки. Да-да, из-под тех самых аксессуаров. На коробках были указаны реквизиты поставщика. Наш герой стал набирать номер, не вставая с унитаза. Так, собственно, Чичваркин и нашел выход на основного поставщика. А в самые трудные периоды Евросеть спасал, мягко говоря, нестандартный маркетинг. Основоположником его тоже стал наш Евгений. Наверняка многие из вас помнят эти выходки Жени. Вот вам несколько примеров. Однажды Чичваркин нанял моделей и выставил их полуголых в окна магазина. А на следующий год наш герой решил раздавать телефоны в подарок каждому, кто придет в магазин и разденется до гола под гимн компании. А еще позже, в рамках российской недели моды, он устроил собственный антигламурный показ. Модели в майках с матерными надписями поливали гостей показа пивом. В лучших традициях русских тусовок показ закончился дракой и синяками на лице Чичваркина. Но, что бы ни говорили, такие перформансы и эпатажная личность нашего героя делали продажи. Кстати, о том, как делаются продажи. Не забудьте посмотреть ролик о том, как Zoom стал главным событием в бизнесе 2020 года. Ссылка сверху. Но вот на дворе не менее опасные двухтысячные. С ростом прибыли и влияния Евросеть начала привлекать себе внимание. Власти и конкуренты решили расправиться с неугодным Чичваркиным и его партнером. Наш герой и дня не мог провести, не получив звонков с угрозами. То пожарных на склады натравят, то еще какие-нибудь службы магазины опечатают. В общем, все в лучших традициях. В 2006 году Евросеть у Чичваркина отжали и даже завели уголовное дело. Обвинения позже Жени снимут, а пока что он бежит в Лондон. Здесь наш герой и осел. И нет ничего удивительного в том, что и тут Чичварки нашел чем заняться. Сегодня он все так же в статусе миллионера. Владеет компанией Hedonism Drink и рестораном Hyde. Дела идут в гору. Дорогой зритель, возможно, ты самый простой студент из самой обычной семьи. Возможно, ты решил убить время между парами и открыл любимый YouTube. Знай, уже сегодня ты можешь начать делать то, что завтра сделает тебя успешным. Возможно, именно твои истории совсем скоро будут вдохновляться молодые студенты. Дерзай! Только не забудь подписаться, ведь мотивации много не бывает.